Мы сегодня здесь собрались с вами, чтобы обсудить некую программную компоненту под названием BitLocker, которая обсуждается в предстоящем курсе 10.982 по классификации Microsoft под названием «Поддержка и устранение неполадок Windows 10». В принципе, весь наш семинар будет построен по принципу конкретного решения, конкретной задачи. И именно из таких задач, то есть набор разнообразных сценариев, путей их решения, как раз в этом курсе обсуждается. Курс у нас посвящен поддержке, устранению неполадок компьютеров и устройств под управлением Windows в доменной среде. То есть, курс предназначен для специалистов технической поддержки предприятия. Или у них он называется ESDT – Enterprise Desktop Support Technology. Ну и будем как раз смотреть разнообразные варианты проблем или инцидентов, которые там будут возникать на практическую работу. Ну и одна из вот таких вот сценариев мы сейчас посмотрим с вами. Он посвящен BitLocker. Итак, что мы с вами сделаем? Сценарий, в принципе, следующий. В Service Desk приходит сообщение о том, что пользователь не может попасть на свою машину. Машина не грузится. Машина защищена BitLocker. Про BitLocker, наверное, все слышали уже, да? Это функционал, который именно защищает разделы тома на вашем устройстве, защищает с помощью шифрования. Соответственно, чтобы туда попасть, нужно ввести корректный пароль. Пользователь забывает этот пароль и поэтому открывает инцидент с просьбой восстановить доступ к своим данным, к загрузке машин. Вот поэтому мы сейчас с вами потихонечку весь этот функционал и отработаем. Итак, чтобы полностью этот сценарий реализовать, нам нужна машина, защищенная BitLocker. Как часть этой демонстрации, заодно и посмотрим, как включить BitLocker и впоследствии, как сбросить с него пароль. Так, для этого у меня здесь есть две машинки. Я сначала запускаю контроллер домена. Он нам пригодится. И далее тот самый клиент. Здесь это машина LongCL1, на которую мы будем с вами включать BitLocker. Причем будем включать BitLocker с вами на загрузочном томе, чтобы контролировать загрузку. И дальнейшие все манипуляции будут происходить именно с ними. Конечно, можно было немножко подождать, но я просто смотрю, удаленные подошли у нас только три человека. Ну, наверное, это актуально для них. Так, это контроллер домена. Ввожу пароль, захожу внутрь. И после этого запускаем с вами клиентскую систему, которая будет в дальнейшем защищаться BitLocker. Итак, машина CL1. Первое, что я хочу здесь сделать для решения будущих задач, подключить какой-то внешний носитель, на который мы будем с вами сохранять, по сути, ключи восстановления. Как вы дальше уверите, там несколько вариантов, которые нам предоставляют. И так как мы к виртуальным машинам, на которых сейчас с вами работаем, USB-устройство подключить не можем, вместо USB-устройства я буду использовать обычную систему хранения на кнопке диска. Вот, пожалуйста. Итак, место хранения ключей восстановления будет на вот таком устройстве. Я проверил, что оно у меня подключено. Ну, а после этого стартуем устройство. И заходим внутрь. Сейчас мы с вами по сценарию работаем за нашего пользователя. За нашего пользователя. Так, пароль вводим. И после пароля. Первое, что хотелось бы сразу отметить. По умолчанию, для защиты битлокером, а битлокер является частью операционной системы, вы это знаете, начиная с версии Professional Pro, она везде есть. Разработчики сделали так, что они обязательно должны были использовать этот битлокер совместно со специальным доверенным модулем или TPM модулем. То есть, это его дефолтное состояние. При отсутствие TPM модуля в дефолтном состоянии система выдает ошибку. Ну, вот, к примеру. Итак, я хочу, как пользователь, хранящий конфиденциальные данные, защитить диск C. У нас для этого, видите, есть возможность включить битлокер. Я нажимаю, запускаю, включаю. Но, мне возвращается, видите, окно с ошибкой, где написано, что это устройство не может использовать TPM модуль. Вот так. И здесь правильно сразу говорят, пути решения. Дело в том, что у нас с вами есть политика, как вокальная, так и доменная политика, которая позволяет использовать битлокер без TPM модулем. Соответственно, будем включать. Так. Что нам для этого нужно с вами? Что нам нужно для того, чтобы политику редактировать? Нет. Мы сделаем сейчас локально это. Только для этой машины. И поэтому нам нужен редактор групповой политики, но локально. Это можно сделать, в принципе, из разных инструментов. Ну, вот я, например, запускаю run и ввожу консоль. Так, сейчас, секунду. Испанский язык появился. Так. Включаю язык. И ввожу JT и edit. MS-7. Вот, есть такой инструмент. Может быть, он многим и знаком уже. С помощью можно применять локально различные настройки машины. Итак, то, что нужно нам с вами поправить, находится здесь, веточка настройки компьютера. Computer Configuration, административные шаблоны. Узел называется компоненты Windows. И вот здесь есть целая папка с настройками под названием, видите, BitLocker Drive Encryption. Целая отдельная папка с этими политиками находится, видите, в специальном контейнере с названием Operation System Drives. Соответственно, она операционная система. Диски с операционной системой. Вот, заходим сюда. И как раз та самая политика, которая нам нужна. Вот, третья сверху. Называется, да, требовать дополнительную идентификацию при старте. Их здесь две. Но та, которая находится ниже, она у нас с вами работает только для сервера 2008 и клиента Windows. Та политика, на которой остановился я, видите, начинается с 2008 R2 и Windows 7. То, что нам нужно, то, что актуально. У нас с вами Windows 10 уже. Итак, мы открываем ее на рендактирование и включаем. Можно просто включить. Таким образом, у нас с помощью этой политики появляется возможность сохранять ключи восстановления на любые другие устройства. Ну, например, как тут написано, USB Flash Drive. Окей. Итого. Получается, политику мы с вами настроили. Ну, теперь нужно ее как-то применить к этой системе. Самым простым способом утилита GP Updreat. Под руками у нас находится, видите, инструмент под названием PowerShell из-под админа. Ну, в принципе, можно командную строку запустить. GP Updreat. И вводим ключик Force. Таким образом, видите, идет подтверждение того, что у нас идет обновление политик успешных. Пока визуально для нас это констатация факта, да, что какие-то политики применились. Доменные политики, да, соответственно, локальные политики. Но, опять же, если интересно, да, вы можете посмотреть, это утилита GP Result, что применится и локальный, и групповый. Если ввести, допустим, GP Result с ключиком R, то можно посмотреть, что на пользователя ничего не применилось, а вот как раз на компьютер применились настройки как дефолтные, групповые и доменные, так и локальные групповые политики. Так. Это мы икопнули чуть глубже. Что же на поверхности у нас изменилось? Открываем проводничок. Итак, проводнички. Нажимаем link этот PC, смотрим, что у нас здесь есть. Вот. И готовим место для сохранения вот этих ключей восстановления. Как я обещал, буду использовать флопик. Вот. Поэтому, дабы нам его почистить, сразу сейчас отформатирую его прям по дефолту. Вполне файловая система FAT меня устроит. Предупреждение, что у нас сотрется. Вот, пожалуйста. Система готова для того, чтобы на нее что-то сохранить. Итак, по сценарию. У нас с вами диск C должен быть защищен битлокером. Итак, первый момент. Битлокер надо включить. Соответственно, у нас здесь правой кнопкой выдает возможность выбрать меню. Пункт меню называется Tune On. Включить битлокер. Происходят настройки. Появляется вот некое такое окошко диалоговое, который спрашивает, как вы будете разблокировать свое устройство при старте. Два варианта. Либо это флеш-драйв. Это значит, ничего вводить не надо. Он у нас будет являться как раз тем устройством, которое будет отдавать этот пароль при входе. Но, так как мы говорили, не поддерживает USB наша машина, значит, мы убираем второй путь, вводим пароль. Итак, вход в систему на старт будет даваться просто после ввода валидного пароля. Готово. Вводим пароль. Как раз это тот самый пароль, который потом благополучно наш пользователь забудет. Так. Я ввожу стандартный пароль. И нажимаю кнопку «Даляй». И вот начинается очень интересный момент. Сразу нам система задает вопрос. А как вы хотите забыкапить ваш ключ восстановления? Предлагают три варианта. И все три варианта, кстати, работают в данном случае. Первый вариант. Сохранить на отдельный флеш-стройств. Но по опыту или по практикам, которые есть, говорят, что это не очень надежное, в общем-то, решение. Второе. Сохранить файл. То есть мы ключ восстановления сохраняем файл, а файл уже храним согласно наших каких-то заключений. То есть мы можем положить именно файл в надежное место. Не просто на флешку, а куда-то там в то место, которое мы знаем, что оно надежно защищено. Ну и, соответственно, надежно сохраняется. Туда, куда кладем бэкап. Хороший вариант. Следующий вариант. Можно взять и просто его распечатать. У вас появляется. И это, кстати, я понимаю, выглядит несколько неожиданно, но этим пользуется. И я видел пачки распечаток на бумаге, которые содержат пароли восстановления. Опять же, все это хранится в надежном месте. В случае необходимости их можно использовать. Итак, нас здесь интересует второй вариант. Мы сохраним это все в файл. Мы для этого дискету с вами приготовим. И вот сразу вопрос. Куда мы это будем сохранять? Так, выбираем наш внешний носитель. Ну и команда save. Вот его длинное название. Формат текстовый. Ну, он и есть текстовый файл. Сохраняем. Сохраняем. Да, именно так. Можно распечатать. Так, следующий вариант. Кнопка next. Дальше у нас появляется некая такая вилочка, где у нас спрашивают, каким вариантом мы будем с вами шифровать. То есть, какой криптопровайдер будем использовать. Один из криптопровайдеров, который нам предлагают, это совместимый режим. То есть, тот, который был раньше. Ну и, соответственно, новый режим шифрования. Это, видите, с версии 15.11 предоставили новый криптопровайдер. Его я выбираю. Потому что десятка у нас имеет более старшую версию. И она поддерживает, в общем-то, новый этот режим. Ну, кодоле. Дальше. Дальше мы, видите, подошли к, в принципе, началу всего этого действия. Начало всего этого действия. И спрашивает система. А будем мы запускать проверку битлокером? То есть, он перед тем, как начнет шифровать, он определит, все ли на этой системе готово. Для того, чтобы можно было шифрование провести. А главное, видите, что он может читать ключи восстановления корректно. До того, как шифрование произойдет. Ну, то есть, некая проверка, что все-таки у вас бэкап ключа есть. Говорим, давай, continue, продолжаем. И сразу, вот видите, возникает окно с предупреждением. Шифрование системного раздела начнется пост рестарта системы. Нажимая на это окно, я получаю вот окошечко с двумя кнопками. Рестарт сейчас, либо потом. Это как раз тот самый интересный момент, когда вы еще можете что-то здесь сохранить, вытащить и, скажем так, сделать бэкап. ДОТУГО, как шифрование дископроизойдет. Ну, мы с вами выгрузили ключи. Поэтому будем думать, что все будет хорошо. Итак, нажимаем кнопку рестарт. И система начинает, перезагружаясь, уже использовать раздел для начала защиты данных. Вот, пожалуйста. BitLocker уже работает. Данные уже защищены. И поэтому вместо привычного окна ввода логина пароля вам предлагают ввести пароль для разблокирования диска сначала. Пользователю, когда мы с вами включали BitLocker, я думаю, пользователь сам не смог это сделать. Он попросил инженера поддержки. Мы, как инженеры поддержки, помогли ему включить. Он туда набил свой пароль. Ну, соответственно, он проверяет, что у него доступ к данным имеется. То есть, он может попасть внутрь. Да, действительно, система грузится. Возникает маленький ветерок сомнений. Действительно ли все работает? А действительно ли BitLocker защитил нашу систему? Все же работает. Так, проверяем. Пользователь заходит в свой аккаунт. Как можно сразу увидеть, что у вас система защищена BitLocker? Открываем проводничок. И у нас с вами на нашем томе появляется знак вот такого вот замочка. Сверху цвета. Сейчас замок разомкнут. Это значит, что диск разблокирован и данные доступны. Опять же, видите, у нас помимо графического какого-то указания, то есть появляющийся символ говорит о том, что данные защищены BitLocker, еще и с помощью выпадающего меню вы получаете расширенные возможности по управлению этим функционалом. То есть у нас с вами появляется пункт меню под названием «Управление BitLocker». То есть если BitLocker был бы не включен, мы бы, наверное, не смогли им управлять. Плюс должно быть явно написано, что BitLocker в состоянии «Он». Проверяем. Итак, «Управление BitLocker». Заходим в эту оснастку, в этот раздел. И что мы ведем? По-прежнему. Первое. Кстати, вот он обозначает, что он шифрует. То есть на данный момент операция по защите еще не закончилась. В обычном состоянии, когда шифрование пройдет, здесь будет просто слово «Он» включено. Ну, как здесь. BitLocker «Оф», здесь будет BitLocker «Он». Так, что еще интересного здесь у нас? Видите, вы можете из нормально разблокированного диска еще и забэкапить ключи восстановления. То есть у нас есть возможность отсюда, если мы ранее это не сделали, сделать еще раз по другому варианту. Здесь есть возможность как раз изменить пароль. Тот, который мы ввели для пользователя, зайдя сюда, он, соответственно, предлагает ввести старый пароль и два раза новый пароль. Понятно. Дальше. Пароль можно вообще удалить. Выключив защиту. Все, но в BitLocker. Таким образом, все элементы управления здесь присутствуют. Вы можете систему компонент BitLocker включить, вы можете компонент BitLocker выключить, вы можете, соответственно, поменять пароль. Это самое основное, что, в принципе, нужно без каких-то сложностей. Так, дальше. Что нам еще здесь интересно? Нам интересно с вами посмотреть этот файл с ключом восстановления. Открываем этот файл. И что мы видим? Мы видим с вами, ну, во-первых, текст. Второе. Мы видим с вами, что у нас есть зашифрованный объект со своим собственным идентификатором. То есть, это его уникальный идентификатор, который потом можно использовать для привязки к конкретному диску, конкретного, видите, ключа восстановления. Далее, ну, раз у нас с вами будет авария, мы как предусмотрели этот вопрос, да, как, соответственно, опытные инженеры техподдержки, фиксируем для себя этот ключ. На всякий случай. Мало ли, что произойдет потом. В дальнейшем, естественно, система потребует в случае отсутствия обычного пароля пользователя ее разблокировать. Разблокировать как раз вот этим ключом восстановления. И мы должны его будем ввести. На первый взгляд может показаться, что именно такой способ не очень корпоративный. Ну, вы представьте, если у вас там сотни пользователей, данные, согласно политике компании, защищены битвокером, то, если наступают какие-то массовые проблемы, восстановление, да, вот этих ключей, восстановление работоспособности и доступа к данным, будет происходить достаточно долго. Для этого есть другой механизм восстановления доступа к данным. Этот механизм интегрируется с Active Directory и использует специального человечка, который называется Key Recovery Agent, агент восстановления. Когда включена у нас архивация ключей, то теперь происходит, видите, переход с индивидуального обслуживания, как у нас сейчас, на корпоративный. То есть там у нас с вами можно получить необходимые сертификаты с этими ключами восстановления, получить ключ и восстановить систему. Ну, для этого нужен Active Directory. Сейчас у нас более простой вариант. У нас есть Recovery Key, ну, и, соответственно, его мы будем с вами использовать. Так. По-хорошему его надо было распечатать нам, чтобы мне его не фиксировать. Так. Ну, что ж. Итого, я с ключом восстановления закончил. Фиксировать его себе. Закрываю это окошко, да, чтобы не смущать. И мы как раз вот приходим к началу, в общем-то, того момента, когда мы проверяем, что проблема есть. То есть, был звонок службы поддержки пользователей, и, соответственно, наш с вами персонаж просит очень помочь сделать так, чтобы компьютер по-прежнему загружался. Мы приходим и проверяем, что действительно система не дает доступ к себе внутрь, куда оно не грузится. Пользователь должен ввести неправильный пароль. Он его забыл. Поэтому пытается подобрать. Естественно, как в любом механизме защиты, здесь не дают вводить бесконечное количество паролей тоже, да. Система просит перезагрузиться. Итак, машина. Вот мы пришли и проверяем. Просит. Вот. Мы должны туда ввести корректный пароль. Корректный пароль, помните, мы вводили, проверяли, что все работает, и мы зашли внутрь. Давайте теперь введем какой-нибудь негаретный пароль. То есть, тот, который нам сказал пользователь. Некорректный пароль. Система честно об этом говорит. И дальше предлагает. Пожалуйста, введите пароль снова. Я ввожу еще пароль, который следующий нам выдал пользователь. Опять, ну никак не получается. Из всех предложенных нам здесь возможностей, выполнить мы можем только две задачи. Либо нажать Enter для того, чтобы ввести корректный пароль, либо как раз перейти в режим восстановления функциональности BitLocker с помощью нажатия ключа Escape. Кнопка Escape, и пожалуйста, спрашивает примерно то же самое, экран почти не поменялся, да, поменялось содержимое названий. Введите тот самый ключ восстановлен. Ну, опять же, если здесь ввести не так, видите, он ничего не даст. То есть, это бессмысленно. Подбирать его затруднительно. Соответственно, он длинный. Вот. Поэтому вводим тот самый ключ восстановления, который я зафиксировал из того файла, который мы сохранили. Итак, смотрим, будет ли он работать. Так. И 48. И 48. И 47. Видите, он достаточно длинный. Терри или дефисы я не ставлю, она сама ставит, при подключении. Вот. Видите, КПЛ длинный у нас. Так, 985, 305, 536. Пожалуйста. Дальше. Происходит штатная загрузка. Пользователь обрадовался ужасно. Машина загрузилась. Доступ данным. Соответственно, у них получился. Кстати, помимо нашего с вами ключа, который мы здесь ввели, ведь обязательно идет процедура проверки подлинности, аминтификации. Просто так, не пустят без пароля. Так. Я ввожу пароль нашего аккаунта. И вот видим, что система стартовала успешно. То есть, есть данные, есть возможность добраться до дисков. Но пользователь говорит большое спасибо уже, да, ну типа, вот все хорошо. Ну, на самом деле мы сделали с вами только первую часть. Мы разблокировали доску с помощью ключа восстановления и попали внутрь. Сейчас же нам нужно сделать так, чтобы теперь пользователь мог и без нас в дальнейшем попадать сюда, к системе. То есть, мы просим его сбросить, тот пароль, который он забыл. Чтобы это сделать, мы уже видели, есть пункт меню. Заходим в функционал под названием управляемый BitLocker. Manager BitLocker. И вот, пожалуйста, у нас здесь есть возможность сделать change. Change паспорт. Но мы говорили, что change требует старый пароль. Мы его не знаем, поэтому замены не произойдет. Ну, у нас есть для этого, видите, чуть ниже специальный линк, который позволяет совсем сбросить забытый пароль. Нажимаем на этот линк и попадаем, видите, уже в другое окошко, которое спрашивает, введите ваш пароль. То есть, мы должны ввести пароль и его повторить. Вводим, проверяем. Так. И повторяем этот пароль. Кнопка финиш. Система подтверждает, ваш пароль был успешно изменен. Замечательно. Осталось проверить, какой пароль работает. Ну, то есть, убедиться, что пользователь сможет получить доступ к данным и загрузить в свою систему с новым паролем, который он обещает хранить и помнить всю свою жизнь. Проверяем. Итак, рестартуем нашу систему. И пытаемся зайти из-под пользователя с новым паролем. Как мы видим, здесь, как бы, получается, у нас двойная защита. Сначала проверяется разблокируемый диск, то есть, разблокируется он или не разблокируется. Да, она расшифровывается, или не расшифровывается. И после этого идет проверка подлинности. То есть, амнификация. Требует логин пароль. Итак, введите пароль для разблокировки устройства. Вводим новый пароль. И ждем. Да, видите, система показывает окошко. Окошко загрузки системы. И после этого попробуют, потребуют от нас, да, ввести пароль на доступ. Пользователь сам попробовал свой новый пароль. Видите, у него получилось. Некий вариант двухфакторной амнификации. Но мы здесь с вами получили очень интересный положительный момент. Дело в том, что это не просто два раза проверяет подлинность, да, а данные реально защищены. То есть, в случае аварии операционная система, в случае аварии дисковые подсистемы, в общем-то, то есть, происхождение каких-то проблем на этом устройстве. Плюс, если это устройство просто лишится своего диска, диск будет похищен или похищен вместе с устройством, данные все равно будут закрыты. То есть, даже если попытаются его открыть на другом каком-то компьютере, доступ к данным получить будет невозможно. Таким образом, это достаточно надежный функционал, который становится все больше и больше популярным. Задачу мы с вами выполнили. Фиксируем запись о том, что инцидент был успешно разрешен. Соответственно, в базовый знаний заносим наш порядок действия, как мы эту проблему решили.